Двух бензопилы и эхо по всему лесу. Это лесники рубят старые и больные деревья. Особое внимание на участке вблизи дорог. Здесь деревья опасны тем, что могут упасть на проезжую часть. Только в минувшем году в пригороде Казани лесники очистили 150 гектаров. У нас появляется очень много работы с наступлением весны. Мы находимся близко к Казани, поэтому нам самим часто приходится собирать мусор, развешивать таблички о сохранении леса от пожаров и не только. Нурсиль Гебадуллин – лесник с 20-летним стажем. У него свой рейтинг нарушителей. Говорит, в зеленых массивах чаще всего мусорят отдыхающие, а предприятия устраивают незаконные свалки. С 2020 года на территории лесного фонда республики собрано и вывезено более 7 тысяч кубометров мусора. Выдано более 1300 предписаний. Привлечено к ответственности более 170 лиц административной ответственности. Наложен штраф 518 тысяч рублей. Почти столько же было и в 2019 году. Выявлять нарушителей помогают и фотоловушки. Они в минувшем году зафиксировали 8 фактов правонарушений. В рамках санитарного двухмесячника леса избавляют не только от мусора и сухостоев, но и беспокоятся о птицах. Например, эти скворечники изготовлены школьниками на уроках труда. И сегодня 50 таких домиков для птиц появятся на опушках деревьев в Лаишевском лесу. За санитарной обстановкой в Татарстане следят не только на земле, но и с воздуха. А сегодня экологи облетели Казани территорию Пестричинского, Лаишевского, Высокогорского и Верхнеуслонского районов. Наиболее часто выявляемые нарушения – это, конечно же, несанкционированные места размещения отходов, называемые в простонародье просто свалки. Конечно же, выявляются и другие. Это самозахват территории, это ограничение свободного доступа к береговой полосе водных объектов. Это различные факты сброса несанкционированного сточных вод в водные объекты. С высоты сегодня выявили более ста нарушений. Сейчас ищут тех, кому принадлежит земля с незаконными свалками. После этого будет решаться вопрос о привлечении их к ответственности. На Песа меня зовут Вадим Иллирионов, ТНВ, Лаишевский район.